Всем привет! С вами Некрос, и сегодня мы будем изучать Бистмастера. Его основной атрибут это сила. Он является довольно-таки толстым персонажем. С одной стороны простым, но есть несколько интересных нюансов. Обычно его пикают на мид, но иногда можно и в харде его встретить. Либо фармящим эншентов, но об этом немножко позже. А вообще в игре я его последнее время вижу редко. Давайте рассмотрим его способности. Первый скилл это бросок топоров. Кастуется с очень большого расстояния, 1300. Вылетают два топора, каждый наносит до 160 урона. При этом урон физический. Примечательно, что если цель двигается, то желательно не на нее нажимать, а на местность, чтобы, скажем так, прицельно попасть. Иначе вы просто промахнетесь. Вторая способность делится на два скилла. Это В и В и И. В вызывает птицу. Причем с третьего уровня эта птица, проведя 4 секунды без движения, становится невидимой. С помощью этой птички вы можете вести разведку. Ее можно, скажем так, поставить где-нибудь в лесу, так, чтобы ее не было видно и чтобы ее никто не убил. И таким образом вы можете контролить руны или, скажем так, ну, опять же, разведывать обстановку. То есть птичку можно просто вперед пустить и понять, куда вы идете. А вторая часть этого скилла заключается в вызове кабана, который имеет дальний тип атаки, ну, какой-никакой урон, и он замедляет передвижение противника, причем аж до 40%. И также он замедляет скорость атаки на 40 единиц на 3 секунды. Что примечательно, кабан живет 60 секунд, но откатывается он 40 секунд, поэтому, в принципе, вы можете иметь двух кабанов. Можно даже протестировать. Сейчас я играю в режиме ВТФ, поэтому, по сути, можно иметь и три кабана, ну, с рефрешером. Но это вам не нужно. Вообще, даже с двумя кабанами очень удобно играть, потому что вкупе с героем урон становится очень неплохим. Двигаемся дальше. Третий скилл. Это наша пассивная аура. Она в радиусе 900 единиц увеличивает скорость атаки нам и всем нашим союзникам, в том числе и кабанам, и вызываемым монстрам. Это же относится к тому же некрономикону. Ну и, конечно, ульт. Ульт позволяет нам наносить урон и оглушать противника. Вот таким вот диким криком. Что интересно, цель оглушается, а другие враги, которые находятся рядом с этой целью, они... их отшвыривают просто. Давайте я вам это продемонстрирую. Пишем Create Hero, допустим, Пудж. И пусть этот Пудж стоит рядом со Свеном. Вот так вот это работает. Что интересно, если мы покупаем Аганим, то кулдаун уменьшается до 45 секунд, а дальность увеличивается до 950 единиц. 950. Смотрите, очень далеко, да? И без Агани мы сравниваем. Довольно хорошая способность. Просто гангаем во время ее отката. Загангали, покричали, идем на мид, формим. Если мы на миде играем, да? И опять откатывается у нас ульт, мы идем орем на кого-нибудь. При этом замедляется атака и скорость передвижения на 50%. А длительность оглушения 3,3,5 и, соответственно, 4 секунды. Теперь о том, что же максить. Ну, конечно же, максить нужно топоры. Это наш основной источник урона, быстрого урона. Дальше уже зависит от ситуации. Если в команде необходимо повышение скорости атаки, то качаем нашу пассивку, ауру. Но обычно раскачивается с первым параллельно второй скилл, то есть вызов всяких кабанов, да, и птиц. Птица, как я уже говорил, очень полезна в разведке, а с помощью кабанов и ульты мы сможем не давать противнику убежать от нас и быстренько его надамажить. Это очень удобно. Теперь немножко о закупе. В качестве тапка можно покупать треды или фейзы. В принципе, и то, и другое хорошо. Фейзы это улучшенная тычка с руки, и это более легкий фарм. И вы будете быстрее бегать. Трейды это жир. Это больше скорости атаки дает. Далее уже мы можем купить даггер. Для чего? Для того, чтобы цеплять противников ультом. Потом мы можем купить себе некрономиконов. Зачем? Дело в том, что с двумя кабанами, и некрономиконом, и ультом, и топорами мы противника сможем просто порвать на куски. К тому же, не нужно забывать о том, что наш третий скилл, я повторяю, действует на всех вот этих вот замечательных зверушек. И они будут очень быстро бить противника. Его просто разорвут. Посмотрите, как быстро бьет ближний, да, некрономикон вориор. Ну да, это допустим. Далее. Мы можем купить барабаны. Для чего? Опять же. Барабаны стакаются с нашей пассивкой. Если мы прожимаем барабаны, если мы имеем замакшенную пассивку, то наши кабаны и некрономиконы будут бить еще быстрее. К барабанам можно добавить кирасу. Опять же, это все стакается. Наша кираса плюс барабаны, плюс третий скилл. Да, пассивный. Равно очень страшный и опасный зоопарк. Вот давайте я вам это продемонстрирую. Прожму барабаны. Круто, да? Довольно удобно. К тому же, находясь в группе этих ребят, всяким пуджам будет неудобно вас хукать. Но остерегайтесь шейкеров. Опять же, везде есть свои плюсы и минусы. Шестым слотом может быть, в принципе, все, что угодно. Это может быть Аганим тот же самый, да? Это может быть Тараска. Это может даже быть рефрешер, чтобы вызвать лишний раз кабана, дать топорами по башке или наорать второй раз. Это может быть и Пайпа для того, чтобы помочь нашей команде выжить после прокаста противника. Это может быть Алибарда. Если во вражеской команде есть расфармленный Войт, а расфармленный Войт сильнее, чем ваш Бестмастер в Лейте, то вы можете просто его задезармить. Далее, если вы идете в Харду, а сейчас мы будем говорить о начальном закупе, то вы покупаете себе обязательно щиток, танго, хилка и ветки. Если вы идете на мид, то тут несколько вариантов. Можно купить танго 3 ветки и идти фаст ботл, а можно закупиться как на Харду, тогда вас просто будут плохо харасить из-за щитка. В принципе, с броней у Бестмастера более-менее все нормально. По-моему, 3-4 на начальном левеле. Ну, на седьмом левеле. Давайте я просто вывалю все вот эти вот предметы на броню. 7 брони у нас на седьмом левеле. То есть, в принципе, все будет гораздо лучше. Можно попросить саппорта запулить вас и купить брейсер и 3 ветки. Тогда вы будете очень толстым и в открытом бою, допустим, вот, хуканул вас Пуч, да, или начинает вонять. Вы в открытом бою сможете его побить, потому что у вас брони будет больше, чем у Пуча у того же, и жизни будет очень много. Поэтому с таким закупом вам будет удобно размениваться. Правда, у вас быстро кончатся лечилки. Теперь осталось нам поговорить про эншентов. Эншентов можно фармить топорами. Топорики всем эншентам наносят урон. Да, в отличие от магических скиллов. Таким образом, на 53 секунде вы можете сделать отвод с помощью топориков. 53 секунда, вылетают топорики, и вы просто отходите. Но для этого, во-первых, нужно несколько правил соблюдать. у вас не должна заканчиваться мана. Для этого вам нужно будет купить сол-ринг. Чаще всего на эншентов ходят те бестмастеры, которые стоят в харде, играя за тьму. то есть вы стоите вот здесь под башней, если у вас очень все плохо с фармом и опытом, не дают вам фармиться. Вы просто идете сюда и стакаете себе эншентов топориками, попутно их убивая. В принципе, то же самое можно делать на миде, но это немножечко сложнее. То есть вы, получается, подходите вот сюда, хотя я бы не сказал, что это сложно. Просто я так никогда не делал. Но в теории это возможно. Вы подходите сюда и вот сюда примерно вы подходите и дотягиваетесь топориками. То есть у вас дальность топоров 1300 где-то, да? Да, и вы смотрите. И вы действительно практически дотягиваетесь до эншентов, но самый главный эншент вроде как не задевается. Это уже нужно тестить отдельно. Я на самом деле только сейчас это придумал, поэтому данная тактика на стадии разработки, как говорится. В принципе, это все, что я вам хотел рассказать. Гайд на этом окончен. Всем спасибо за внимание и если это вам было полезно, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Увидимся в следующих видео. Удачной вам игры и всем пока!